Здравствуйте! Вы смотрите программу Событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Впервые за 200 лет в Самаре заканчивают строить Софийский собор. Такие храмы возводят в городах с особым духовным статусом. Уничтожить боевиков и остаться в живых. В Самарской области прошли учения армейских спецподразделений. Старики здесь на месте. Первая гириатрическая больница открылась в Самаре. Учебную спецоперацию по ликвидации незаконно вооруженного формирования в городских условиях провел под Самарой спецназ Центрального военного округа. По легенде, нужно было штурмовать здание в населенном пункте Водина. В том числе приземлиться беспарашютным способом на крышу, уничтожить боевиков, занявших жилые дома, освободить заложников и оказать первую помощь раненым. Во время учений военные показали высокий уровень подготовки, в том числе с использованием современных образцов вооружения. За действиями российского спецназа наблюдали офицеры Генштаба и Академии Вооруженных сил Узбекистана. Иностранцы приехали в Самарскую область для обмена опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Узбекистана и России на 2017 год. Замучилась совесть. В Самаре судит драг-дилер одного из крупнейших дел по продаже наркотиков, который согласился сотрудничать со следствием. Заседание прошло в железнодорожном районном суде. Организованная преступная группировка работала через интернет по всей стране три года. Репортаж из зала суда. Увидев журналистов, подсудимый Хамед Валиев пытается спрятать лицо от камер. Мужчина – фигурант одного из крупнейших в стране уголовных дел по распространению наркотиков. Ильдар Хамед Валиева судит отдельно от сообщников. Он, в отличие от них, согласился сотрудничать со следствием. Кто сходил в сообщество? Оператор Куриева, оператор Руслан Солченко. Куриев, оператор Руслан Солченко. Куратор Руслан Солченко. Куратор Руслан Солченко. По версии следствия, преступное сообщество работало в Самаре три года. За это время его участники продали почти 30 килограммов синтетических наркотиков через интернет-магазин. По словам подсудимого Хамед Валиева, он ввязался в криминальную историю в декабре 2015 года. А уже в феврале его задержали. Хамед Валиев Ильдар Руслан Солченко выполнял роль так называемого курьера по розницу. В своем решении сотрудничать со следствием Хамед Валиев не одинок. Таких, как он, еще двое. Свою вину мужчина признал. А заодно назвал имена некоторых сообщников. Теперь, правда, немного беспокоится. А посадить могут надолго. Ильдар Рухамед Валиеву грозит до 12 лет лишения свободы. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Софийский собор в Самаре откроют летом 2018 года. Строительство грандиозного сооружения вышло на финишную прямую. Идут фасадные и отделочные работы. С ходом строительства ознакомились губернатор Николай Меркушкин, глава города Олег Фурсов и митрополит Самарский Тольятинский Сергий. Храм Святой Софии при мудрости Божией будет одним из самых величественных зданий в Самаре. Станет духовным центром всероссийского масштаба. Проект выполнен в соответствии с древними византийскими канонами. Издавна Софийские храмы строились только в городах с особым духовным статусом. Таких, как Константинополь, Киев, Великий Новгород, Москва и Санкт-Петербург. В России храмы такого значения не строились уже больше 200 лет. Леса, сейчас договорились, в начале ноября будут сняты в этом году. И территория, леса будут сняты, уже внешний вид будет полностью, отделка внешняя уже, смотреться будет с разных точек города, в том числе с Волки, соответствующим образом. Все вопросы по благоустройству, тут очень такие существенные вопросы, склон будет благоустраиваться, будет такой парадный спуск к Волге в рамках подготовки к чемпионату мира. Будем помогать, чтобы к чемпионату мира в основном все работы были выполнены. Иконостас тоже уже есть на месте, надо его смонтировать. Подземный переход, как визитная карточка города, по мнению активистов Общероссийского народного фронта, внешний вид и качество пешеходных сооружений должно быть безупречно. Совместно с представителями областного Минтранса они провели рейд по вопросам гарантийного обслуживания новых переходов. Это уже не первая проверка. В 2016 году, сразу после ввода в эксплуатацию, ОНФ выявил нарушения, которые допустили строители. Это повышенная влажность, отколотая плитка, со временем на стенах появились вездесущие граффити. Нынешний рейд показал, многие изъяны исправлены, однако появляются новые, которые будут устранять обслуживающая организация под контролем министерства и активистов ОНФ. Замечаний тут было достаточное количество. Тут были замечания и по окраске, и по полам, и по плитке, и по кабелю, по отоплению. Частично визуально мы видим, что все устранено. Но дальше мы еще посмотрим повнимательнее. То есть замечания и сейчас нашлись. Министерство обещает нам, что подрядчика они привлекут, и подрядчик этот эффект тоже устранит. А теперь коротко о других темах дня. Массовая авария произошла в среду вечером в железнодорожном районе Самары. На улице Агибалова возле дома номер 68 водитель на Volkswagen Polo врезался в три машины. Renault Duster, Lada Priora и Hyundai. По словам очевидцев, водитель Volkswagen подрезала другая иномарка, и он на полном ходу врезался в припаркованное авто. В результате происшедшего машины получили серьезные механические повреждения, а виновника аварии с травмами увезли в больницу. Авария с участием мотоцикла произошла в Самаре. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Ford, проехала по газону и врезалась в металлический указатель. По словам очевидцев, малолитражка делала поворот с московского шоссе на улицу Новую вокзальную. И в этот момент произошел удар. Байкершу госпитализировали, пока о ее состоянии не сообщается. Выбрать школу по рейтингу в интернете теперь могут родители Самарской области. В сети появилась интерактивная карта. Выбрав учебное заведение, пользователь сразу увидит всю официальную информацию о нем. А ниже общие рейтинги по успеваемости, информацию о финансировании и отзывы родителей. А наивысшая оценка «С» самая низкая. Качество образования оценивается исходя из средних баллов по ЕГЭ. Источником информации выступил сайт регионального центра развития образования Самарской области. Житель Самары выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Победитель стал восьмым миллионером в Самарской области за этот год. Щедрый подарок судьба преподнесла мужчине в минувшее воскресенье. Он стал 346-м лотерейным миллионером в России с начала этого года. Самый крупный выигрыш в лотерею самарцы смогли получить в декабре 2014 года. Тогда размер суперприза составил 18,5 миллионов рублей. В субботу на даче Головкина, известной также как «Дом со слонами», пройдет театральное представление. Режиссер Анастасия Алмазова и художник Настя Иванникова представят променад спектакль «Дача» по мотивам произведения Леонида Андреева. Театральное действие начнется в 6 часов вечера, а после спектакля зрителей ждет лекция, экскурсия Армена Арутюнова. Вход на спектакль бесплатный. Спектакль пройдет под музыкальной импровизацией Павла Куприянова. У Росреестра появились сайты-двойники и в Самарском управлении Федеральной службы предупреждают. Пользоваться фейковыми ресурсами опасно, а сейчас создано больше 10 таких сайтов. Документы, которые они формируют, юридической силы не имеют. Кроме того, дублеры могут предоставлять недостоверные сведения и незаконно использовать персональные данные граждан. Отличительная особенность таких сайтов – они сами извещают заявителя, что их услуги не заверены электронной подписью. Сегодня Федеральная служба регистрации кадастра и картографии предлагает широкий спектр электронных услуг. Оформить недвижимость, выбрать кадастрового инженера или защитить себя от черных риэлторов можно, буквально не вставая с дивана. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют тщательно проверять интернет-сервисы. Качественные услуги можно получить только на сайте росреестр.ру Все эти сайты делают определенную отметку о том, что те документы, которые они предоставляют, не будут заверены электронной подписью. То есть единственным подтверждением того, что вам предоставляется достоверная выписка, это является в электронном виде заверение электронной подписью органа регистрации. Это управление Росреестр, кадастровая палата. Вы пересылаете им свои персональные данные частично, поэтому опасность, конечно, есть. Есть опасность того, что вам предоставят недостоверные сведения. Жить долго и с удовольствием. В Самаре работает больница, которая оказывает специализированную помощь людям старше 65 лет. Врачи-гириатры с сентября появятся и во многих поликлиниках и районных больницах области. Эти специалисты знают все особенности здоровья пожилых людей и лечение назначают максимально деликатное, но эффективное. В первой Самарской гириатрической больнице побывала Марина Матвейшина. Чувствует себя на 25, по паспорту 77, а умный аппарат определил 75 лет. Борис Пустовалов проходит лечение в Самарской гириатрической больнице. Поступил сюда на скорой во время ночного приступа. Дышать было невозможно. Я мог вдох, вот выдох такой, типа этого, выдыхал, ну, жена тут сполошилась и вызвала скорую помощь. Считаю, что да, вычисленного света. Биологический возраст пациента определяют на сканере сосудов. Таким японским аппаратом могут похвастаться единицы клиник по всей стране. Сканер снимает показания и анализирует данные автоматически. В результате выдает полную картину состояния организма и биологический возраст пациента, который может существенно отличаться от официального. Если меняется сосудистая система человека, значит он начинает стареть. Этот прибор показывает, как стареет человек. Видите, нет ни одного прибора у нас, который измеряет давление и на руках, и на лодыжках, и на ногах. Кроме того, еще пишется одновременно кардиограмма. В гериатрической больнице лечение проходит почти 5000 человек в год. Возраст их от 65 лет. Попадают сюда пациенты по направлению участкового врача, либо экстренно больных привозят скорые. В стационаре пожилым оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Пациенты серебряного возраста требуют особенного отношения и внимания медперсонала. Одна из основных особенностей – это полиморбидность, так называемая. То есть у людей старших возрастных групп, как правило, не одно заболевание, а к этому возрасту уже три и более заболеваний. Люди старших возрастных групп требуют внимания специалистов, знающих особенности старения, особенности течения заболеваний у людей старших возрастных групп. Сейчас в больнице идет ремонт. Приводят в порядок отделения, где будут наблюдаться маломобильные и сложные пациенты. В больнице не ставят целью вылечить болезнь. Зачастую в таком возрасте это и невозможно. Но врачи стараются поддержать здоровье пациента и улучшить его самочувствие. Благодаря такой заботе о людях старшего поколения средняя продолжительность жизни увеличивается каждый год. На сегодняшний день это 72 года в Самарской области. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Готовы почти наполовину. Новая трамвайная ветка быстро и с комфортом доставит фанатов футбола на стадион Самара-Арена. Губернатор встретился с руководством компании по производству спецтехники. Конвейер начнет работать на базе Волжского автозавода. Умные дома к чемпионату мира. Кроме ремонта фасадов, многоэтажки оснащают современной начинкой с климат-контролем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова